Всем привет! Российский тур завершен. Вы на канале Футбольный Биги. Меня зовут Сергей Егоров и традиционная рубрика Вечерний Абрамов, где мы с Владимиром Николаевичем поговорили не только о происходящем в Спартаке, не только он высказался о проблемах Александра Соболева и о том, что происходит с Артемом Дзюбой. Он сказал даже о политическом будущем Дзюбы. Ну, я думаю, что вы и сами об этом догадываетесь. Но и важная история. Зная биографию Владимира Николаевича, его богатые связи на Востоке, было бы неправильно мне поинтересоваться, что он думает по поводу происходящего в Афганистане, откуда ушли американцы и где власть, но захватили талибы. Ну, не безинтересно получилось. Поэтому слушайте, подписывайтесь на канал, а я напоминаю о том, что партнером этого выпуска является компания pinup.ru, которая представляет эксклюзивный бонус моим подписчикам. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии, забирайте фрибет до 3000 рублей по промокоду BIGGIE. Ну и завтра большой день. У нас уже в понедельник будет голосование РПЛ по поводу лимита на легионеров и по поводу реформы чемпионата. Но это уже отдельная история. Поговорим об этом завтра. Всем пока! Добрый вечер. Здравствуйте, Сергей Аксенович. У нас завершился тур очередной чемпионата России. И любопытные события произошли. Прежде всего, я имею ввиду Московский Спартак, где опять все пошли какие-то слухи о том, что футболисты сливают Руи Виторию, называются фамилии. Даже где-то провинкнула фамилия Александра Соболева. Тот сказал, вынужден был выходить в Инстаграме, сказал о том, что он отдает все свои силы. Просто сейчас есть проблемы. И верьте в нас. В общем-то, что происходит в Спартаке? Команда так великолепно выглядела на кубке матч-премьер, но потом все разладилось. Что это такое, на ваш взгляд? Сережа, давайте попробуем с вами буквально в нескольких словах представить логику событийности за последние полтора месяца. Да, давайте. И мы, как вы правильно заметили, кубок-премьер... Матч-премьер. Матч-премьер показал нам, что Спартак команда очень хорошая. Физически прекрасно выглядела к тому моменту. Технически была великолепно оснащена. И, по-моему, все футболисты основного состава команды, начиная прежде всего с Соболева, Саши, и всех остальных, которых Руй Виторио вернул в команду, и там целый Мозес прекрасно выглядел, Мирзов великолепно играл. Ну, я даже не знаю, ну, кого вот... Бакаев, он и сейчас очень прилично играет, вот. И, ну, вообще просто все играли здорово. Все. Я не называю сейчас иностранные фамилии, я исключительно про наших футболистов говорю. Там, собственно, и Ларсон-то вполне прилично тоже играл себе. Вот. И, более того, они просто взяли и катком раздавили всех остальных. Более того, надсмеялись, Сережа. Много голов было задавлено. Мы надсмеялись над физическими кондициями футбольного клуба «Рубин». Потому что они с этой командой делали все, что угодно. И когда брали интервью в перерыве матча с «Рубином», футболиста «Рубина», тот же, по-моему, Бакаев, младший, да, сказал, что я должен извиниться перед своими болельщиками. Но что-то не получается. Делаю все, что возможно, а не получается. Но все, все видели, что команда «Рубин» физически не готова. А команда «Спартак» выглядела в великолепной форме. То есть, пик физических кондиций в какой-то момент наступил именно во втором-третьем матче этого кубка. И «Спартак» выглядел просто лучшим. Я не знаю, кто не сказал добрых слов про «Спартак» в тот момент. Начиная с Евгения Серафимовича, который просто брызгал слюной и восторгался, как играет «Спартак». Но некоторые уравновешенные спортивные журналисты сказали, давайте, и сам главный тренер «Рубина» сказал, давайте подождем недельку. Все-таки через неделю начинается чемпионат. Все придет в свое законное состояние. Сейчас, в настоящий момент, 1-1 в матче с «Химками». Если «Рубин» выиграет, он будет на первом месте. Понимаете, где «Спартак» мы сейчас оставим этот вопрос. Но «Рубин», как сказал главный тренер, он сказал, так же, как и сказал младший Бакаев, он сказал, мы еще свое место покажем. Мы покажем. Мы, которые продали лучших футболистов, то грузины не продали. Понимаешь, Макарова того же отдали в «Динамо». «Динамо» сейчас на первом месте. Просто красавцы. Вот знаете, это Тюкавин, Захарян, Макаров, Фомин. Четыре молодых пацана наших показывают всем нашим, и в том числе и иностранцам, как сейчас надо играть в футбол. Сережа, вы мне задали вопрос касательно «Спартака». Вот «Динамо» приобрел нескольких молодых футболистов, да, обозначил свое внимание к российским футболистам. Это к вопросу сейчас о российских футболистах и иностранных футболистах. Что касается, ну, коль скоро вы говорите исключительно о «Спартаке», давайте вернемся к «Спартаку». Скажем, что сделал «Спартак» в этом году? Что, «Спартак» кого-то приобрел? Сережа, вот вы... Ну, да, кое-кого вернулось из аренды, да, действительно, но никого не приобретал. И это не значит, что это недостаток работы «Спартака», хотя в определенном смысле это недостаток, если мы говорим о Лиге Чемпионов. О Лиге Чемпионов. Потому что когда «Спартак» стал играть с командой «Бенфика», а для меня всегда открытие португальский футбол, потому что у португальского футбола, Сережа, никогда денег особенно нет. Вообще страна, как экономика, страна нищая. Что они делают? Покупают недорогих бразильцев, делают из них звезд, и потом продают за более дорогие деньги. Что, собственно, они сделали? Продали своего лучшего перед игрой со «Спартаком», они продали своего лучшего нападающего кому? Украинцам. Понимаете? Украинскому олигарху продали за 18 миллионов. Он вышел и забил тот гол в Монако, и шустрому нашему полузащитнику, про который говорят наши все журналисты, что он звезда. Показал, как играют? Он звезда, он звезда. Так вот, Александр Головин звезда. Да, звезда. Правда, когда стали брать интервью у некоторых клубов, которые играют против «Монако», что-то про Головина никто просто не вспомнил. Ну, он играет, вроде играет нормальный футболист. Понимаете? Да. Наши журналисты все кричат, что это лучший. Но лучше, простите, у меня был чемпионат Европы, про него никто не вспомнил. Поэтому давайте оставим пока вот эти вот странные возгласы, кто лучший, кто худший. Давайте. Сережа, вставь. Посудим вот странности, которые произошли. Они действительно произошли. Давайте обсудим. То есть, что случилось? Что случилось? Сережа. Да. Что случилось? Мы говорим сейчас о «Спартаке» в Лиге Чемпионов. В двух словах буквально. Кроме «Спартака» бьются за выход в групповой турнир Лиги Чемпионов и получить свои заветные там 16-18 миллионов евро очень многие команды. Да. Такие, как, например, украинский «Шактар». Да? Да. Украинский «Шактар», который чего? 10 бразильцев в составе. 10 бразильцев. И 2 украинца. Да. Вся схема. Покупают только иностранцев. И иностранцами играют. Купили у «Бенфики» лучшего нападающего, который «Монако» забил гол. Да. Великолепный. А что сделал «Спартак»? Да. «Спартак» вышел своим составом и показал, насколько плохо он играет. Физическое состояние московского «Спартака» мы вдруг увидели в сравнении с ПСВ Эндховен. Да. Который заболевал на поле «Бенфики», «Бенфику». «Бенфика» хоть и выиграла 2-1, но физически была убита командой ПСВ Эндховен, в которой нет звезд совершенно, кроме немецкой звезды десятилетней давности. Так. Вот вам и ответ. Команда ПСВ Эндховен без звезд дешевая в полтора раза дешевле, чем «Спартак». Забодала футбольный клуб «Бенфику», который выиграл «Спартака» и в Москве, и у себя на родине. Так. Так ведь, Сережа? В Лиссабоне. Это дает нам с вами возможность рассуждать. Мы только что с вами сказали, что полтора месяца назад «Спартак» был лучше в физических кондициях, а сейчас «Спартак» стоячий. Это мы увидели с вами во вчерашнем матче после игры с «Арсеналом». «Арсенал» играет сейчас, ну, чтобы не обидеть главного тренера «Арсенала», не хочу обижать, очень довольно слабенько. «Спартак» должен был бы их обыграть хотя бы, ну, 2-0. Хотя бы 2-0. Было бы, ну. Ну, 1-1. Да и то могли бы проиграть. Так. «Спартак» – ладно, слабо. Я не хочу говорить, как «Спартак» слабо или не слабо. «Спартак» физически не добирал. «Спартаку» было от ворот до ворот бегать туда и обратно тяжело. Да. Мы часто с вами говорим о проблемах нашего футбола и способность наших футболистs бегать от ворот до ворот все 90 минут. Но вы сами видите, что «Спартак» не готов. Теперь часто говорят о Соболеве Саше. Саша Соболев – настоящий футболист московского «Спартака». Готовый все свои силы отдать «Спартаку». Он не готов физически, Сереж. Да. Он еще хуже, чем те лоботрясы, которые были во вчерашнем матче. Да. В этом можно на «Спартаковцев» кричать сколько угодно, футболистов, Сережа. Но просто они в такое впечатление, что они в физической яме. Я, Сережа, ведь не специалист по физподготовке. Я не могу сказать, что полтора месяца назад их вывели на пик физических кондиций, чтобы потом они через месяц обрушились в яму. Я не хочу об этом говорить. Для того, чтобы рассуждать на эту тему и быть убедительным, надо жить в «Спартаке». готовить «Спартак» и понимать, что происходит. Я просто вижу, что у «Спартака» несколько футболистов еще более-менее не играют. Более-менее не играют. Там кого-то можно, там, Колю рассказывал, можно похвалить, как он старается на фланге в защите играть. Можно похвалить? Ну, можно похвалить. Действительно, про него говорят добрые слова. Про Бокаева, да. Про Бокаева, да. Рассказов Николай неплохо. Начал сезон, но, к сожалению, в матче с Тулой… Да, лопухнулся. Кто не лопухается, Сережа, и потом говорят, он лопухнулся. Простите меня, подача была на ближнюю штангу. Все сместились туда, в том числе и он. А один из игроков команды «Арсенала» остался на своем фланге почти один. И сумел забить. Ну, такое бывает. Но валить это на него… Ну, простите, если бы мяч шел бы хотя бы на середину или сваливался на дальнюю штангу, там можно было к рассказу предъявлять претензии. Но просто в этот момент все сдвинулись. Все, в том числе и вратарь. Все сдвинулись туда, понимаете. Ну, что там говорить. Ну, и он тоже. Но сказать, что это его чистая вина, ну, у меня язык не поворачивается. Он нормально играет, так же, как еще целый ряд футболистов наших в данном случае, которых можно было бы отметить, что они физически, физически очень неплохо выглядят. Не все в такой яме в тяжелой находятся. Однако, те футболисты, на которые мы с вами рассчитывали, те, которые дают результат, интересно играют, да, их вот их бег, их легкий бег не был заметен. Что происходит все-таки? Так вот, Сережа, Сережа, теперь давайте поговорим буквально несколько слов. Что же произошло с командой, украинской командой, которая играет одними бразильцами? Да, шахтер. Почему? Потому что это вдогонку к нашему предыдущему разговору по поводу лимита. Лимита, да. Но, вот, украинцы не задаются проблемами. Их хозяин, украинской команды, их хозяин. На Украине с футболом огромные проблемы, и с деньгами тем более. Ну, Владимир Николаевич, команда вышла в плей-офф и дошла до финала чемпионата Европы. Какие уж тут проблемы? Сережа, Сережа, я говорю о том, Сережа, я говорю, на Украине две команды, у которых есть деньги. А одна команда, шахтер, Донецкий, просто хозяин на нее безумно любящий футбол, украинский миллиардер, который тратит огромные деньги. Я подвожу к разговору о Спартаке, о ситуации с финансами у Фидуна, о приобретении новых дорогих футболистов. Вы слышите, Сережа, что это не Спартак приобрел за 18 миллионов футболистов в нужный момент, а шахтер. Ну, ладно, шахтер. Бывает исключение из правил. Мы же с вами всегда говорили, что это за правило, если нет исключения. Давайте посчитаем, что украинский клуб это исключение из правил. Покупает бразильцев, бразильцами делают результаты и уже не один год делают результат. И Акметов денег не жалеет на это дело. Хотя и украинский миллиардер. Что уж сравнивать с нашим-то миллиардером. Ну, с Фидуном чего сравнивать. Естественно, Фидун богаче. Должен быть богаче. Должен быть более успешным. Потому что наша страна более успешная. У нас, это у нас есть нефть, а не на Украине. Согласны со мной? Да. Так вот, следующий вопрос. Ну, ведь, хорошо, пусть будет это исключение. Но в Молдавии появился клуб «Шериф», который буквально полгода назад у меня есть определенный контакт с этим клубом из-за тренера... Юрий Вернедуба. Юрий Вернедуб. Да, но дело не в том, что Юрий Вернедуб. Дело в том, что руководство Молдавского клуба и тренер моих внуков, они добрые друзья и все время в контакте. И я, так сказать, получал информацию, что они поставили задачу со скромными деньгами. То есть, скромными деньгами в сравнении со Спартаком, Локомотивом, там, Динамо, я уж не говорю про Зенит. Приняю решение повернуться лицом, таким же лицом, как Шахтер Донецкий, к приобретению иностранных футболистов. И попробовать впервые за многие-многие годы пролезть в Лигу чемпионов и хапануть свои 18 миллионов. Вот кажется, что у них удается. Получается, да? Вот выиграли 3-0. В команде Молдаван, насколько я понял, был один молдаванин. Бразильской национальности. Бразильский. Он получил паспорт, но паспорт у него молдавский. Все остальные были иностранцы. Понимаете? Вот вам результат. Многие спартаковцы скажут, болела Спартака и скажут. О чем мы говорим? Покупайте одних иностранцев, иностранцев, и пробивайтесь в Лигу чемпионов. И играйте результаты. Чего бы, мол, пророссийских футболистов базара. Но дело в том, сейчас Динамо на первом месте. А что такое Динамо на первом месте? Это Тюкавин, Захарян, Макаров, Фомин и еще несколько футболистов. Понимаете? То есть молодые ребята от 18 до 21 возраста. Вот вам, пожалуйста, они делают. Они разрываются сейчас. Сейчас будут со Спартаком играть, разорвут Спартак. Понимаете? Спрашиваются. Так же, значит, не все так просто. Не все так просто, Сереж. Значит, надо уметь не просто молодых ребят готовить, а у Спартака... Ну, Сережа, ну сравнивать нечего с Динамо. У Спартака молодые футболисты играют во всех командах. Вообще во всех командах. Только не в Спартаке. Понимаете? Вот. И в Спартаке готовы убрать. И вместо этих молодых футболистов, того же Николая, рассказывая, о котором мы только что говорим, просто готовят не сегодня-завтра ему замену. Купят иностранца и уберут его к чертовой матери. Понимаете? А в Динамо играют, так значит, можно нашими футболистами очень здорово играть и быть на первом месте. Об этом речь, что не все так просто. Не все так просто. И рассказы нашего нового главного тренера сборной по поводу того, по лимиту, Сережа, это разговор по лимиту, он становится от лукавого. Такое впечатление, что что-то творится не то. Что, оказывается, наши футболисты могут играть и могут показывать очень хороший футбол, если в него верят тренеры. Как ни странно, иностранные тренеры, а не наши. Наши тренеры рассуждают на канале Матч ТВА, что как можно динамовцам иметь такой молодой состав в центре поля и в нападении, на них же нельзя рассчитывать. Они же подведут в любой момент, потому что молодые футболисты нестабильны. Сегодня они хорошо, а через две недели они плохо. Ну, простите, что-то затянулось эти танцы. Понимаете, динамовцы из прошлого года, как они играли хорошо, так они играют хорошо. Только взрослеют. Был 17 лет, теперь 18 лет. На следующий год будет 19 лет. Что-то не то. Вот понимаете, в оправдании высказыванием этих специалистов, которые на канале все время говорят о том, так, 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 приводят в пример иностранных тренеров из разных стран, то вот мышление, то все. К черту мышление, ребята, наши футболисты умеют играть. Сережа, вы смотрели вчерашний матч, как забивал гол головой Сергеев. Саша. Владимир Ильич, я в этом... А, я понял вас, Сережа, претензии снимают. Дело в том, что просто он второй гол не забил, там сто процентов. Вы знаете, у нас связь вдоль одной трассы, без разницы. Сережа, как это я говорю... Вдоль Лигарского шоссе, и только там связь замечательная. А куда не поедешь, по Минскому шоссе связи нет. По Другому Симферопольскому тоже связи нет. Сережа, есть... Почему, как вы думаете, Владимир Николаевич? Сережа, у нас очень много проблем. Так же, как и очень много удач. Удачи тоже есть, Сережа, удачи тоже есть. Это привезло Ленинградскому шоссе, Владимир Николаевич. Только там есть связь. Что же вы хотите? Это же Ленинградская, что вы имеете в виду вот эта трасса новая, платная, которая заплатила и езжай по-доброму. Там все работает. А что же ты хочешь, Сережа? А по Симферопольскому по-злому и по этому... Нет, Сереж, просто я вам должен предупредить. Вы же ехали по Минке. Нет. Она была по платной, по Минке. Рядом с Минкой идет платная кусочка. По старой смоленской дороге. Она нет. Вот есть платная. Она идет от Толстопальцева. От Толстопальцева там... Она... Вот кусок 15 километров идет до Москвы. Там все время пробки. А есть платная дорога. Там плачешь рублей 400. Но, Сереж, все работает великолепно. Все, за большие деньги работает все хорошо. Я вчера страдал без связи. Не мог связаться в течение двух часов. Но ничего. Сереж, есть такая проблема. Есть проблема. Я звонил тренеру Арсенала. Да. Сереже подпал ему. Да. Звоню, 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 звоню. Нет связи. Нет связи. Я... Мне неудобно перед футболистом там перед одним. В конце концов я ему дозвонился пол одиннадцатого. Он говорит, Владимир Николаевич, меня отпустили из Тулы. Ед домой на два дня. По трассе. Еду четыре часа уже. Трасса стоит. Но связи нет. Я говорю, а я все по WhatsApp. По WhatsApp. Он говорит, нет связи по WhatsApp. Ну, что я ему буду говорить, Сереж? Ну, просто я вот... Если уж вы заговорили... Вернемся к Спартаку. Возвращаемся к Спартаку. Говорим о том, что... Предположим, что они находятся в яме. Да. Но это... О чем это говорит? О том, что через месяц они из этой ямы вылезут, Сереже. Да. Но в этой же яме могут оказаться другие клубы наши. Да. У нас все время такое. Все время. Вот видите. Почему? Потому что у меня вот эта майка. Видите? Она полосатая. Вот это вот яма. А вот это вот... Вот это уже физически хорошее. Потом опять яма. И никто не может из тренера по физподготовке объяснить, почему такое происходит. Вообще должно быть все ровно. Ровно. Все должно быть бело. Понимаете? Или черно. Если ты плохой. А это наоборот. У нас все время полосатая. У Спартака сейчас вот темная полоса. Предположительно темная полоса. Но, Сережа, я хотел бы вас предостеречь. Те смельчаки, которые утверждают, что Спартак плохая команда, я не разделяю эту точку зрения. Спартак команда хорошая. Оказалось несколько в такой вот не очень приглядной позиции. И если сейчас браться за то, чтобы хвалить Локомотив, хвалить Динамо, подсмеиваться под Зенитом, и уж ржать над Спартаком, через месяц все может возвратиться на круги своя в обратную сторону. Поэтому я бы призываю быть более осмотрительным. Спартак команда хорошая. Все выпрямится. И нормальный у них тренер. И все нормально. Если не злословить, если не показывать пальцем. Всякое бывает, Сережа. Всякое бывает. Я говорю, вот в футболе такое... Что произошло с Соболевым, Владимир Николаевич? Ничего не произошло. Настолько слабо сейчас выглядит Александр. Чтобы объяснить, что происходит с Соболевым, надо посмотреть, как играет Артем Дзюба. Вы видели, какой он вчера гол не забил? Я даже растерялся. Я так не люблю всегда Артема. Но когда он вчера, как Стрельцов, так бегал Стрельцов. Стрельцов был приблизительно поменьше рост. Ни много, ни мало. Почти на 10 сантиметров. Но все равно был здоровенный, как что-то. Ноги, как у Стрельцова, расставил. Подставил, а ноги не держат его здоровенное тело. И он растерялся, не смог подставить ногу, всего-навсего забить практически в пустые ворота. Был бы счет 2-0, и Зенит бы сейчас на соответствующем месте был. И разговоров бы не было. Но Артем Дзюба, мы с вами посмотрели, слава богу, что его заменили за 15 минут до конца матча, еще не пришел в свою лучшую физическую кондицию. Но придет обязательно. Так же, как я верю в Александра Спартаковцева-Соболева. Потому что великолепный футболист, великолепный парень. Но немножко, понимаете, рванул-то как. Оба футболиста, что Соболев, что Дзюба, они были на чемпионате Европы. Они находились в других физических кондициях. Они не отдыхали. Они тренировались. Они еще, кроме физических нагрузок, у них еще были морально-психологические нагрузки. Вот эти нагрузки сказались. Сейчас вернется все на круги своя, и ребята попрут вперед. Где-то в середине сентября ребята будут очень здоровы. Это сейчас евро, на ваш взгляд. Да, я думаю. Многие сборники выглядят на слабого. Очень, я бы даже сказал, слабее, чем мы рассчитывали. Вы знаете, Сережа, я смею сказать, что не только в нашей сборной футболисты, которые принимали участие в чемпионате Европы, и в других странах футболисты немножко тормозят. Тормозят в своих физических кондициях. Но я, как вам сказал, буквально через две недели все будет по-другому. Все будет по-другому. Мы это заметим. Ну, футболистов надо верить, Сережа. Да, действительно. Особенно, я говорю, именно таких вот высоких. Мне вот делали ваши болельщики замечания, типа того. А Федор Смолов, посмотрите, какой. Метр девяносто один, да, написали они. Но завтра будет он метр девяносто восемь, я знаю. Вообще-то у него метр восемьдесят семь ростом, парень. Даже метр восемьдесят шесть. Когда был в Динамо и замер делал, я в то время был на базе. Понимаете? Ну, как футболист... Ставили двери и осенечку, да? Совершенно верно. Поэтому футболист Федор Смолов не маленький. Метр восемьдесят шесть, да. Я смотрел трансфер-марк. Это метр девяносто один болельщик. Да, метр восемьдесят шесть. Потом вдруг, как только я сказал, ваши болельщики сделали мне кусать. Какой метр восемьдесят шесть? Метр восемьдесят семь, а то и метр восемьдесят восемь. Сейчас уже метр девяносто один. Понимаете? Я не удивлюсь, когда будет уже выходить на поле первого сентября. В основном составе, скорее всего, его поставят. Ну, во всяком случае, на сегодняшний день он выглядит лучшим. Да. Из нападающих наших. То скажут, что метр девяносто два. Понимаете, что я сказал, буркнул и все. Но дело в том, парень, в котором метр девяносто четыре, метр девяносто пять, метр девяносто шесть, и парень, у которого метр восемьдесят шесть, это большая разница. Уж поверьте мне, Сережа, я занимался этими футболистами здоровенными. Вот. А физические кондиции их, они такие очень тонкая штука. Можно не заметить. Вроде как в команде тренируется, все готовы, а у тебя замедляется процесс восстановления. Поэтому, Сережа, я надеюсь, я вам говорю, я надеюсь, что и Артем Дзюба, и Александр Собоев еще скажут свое веское слово и в той, и в другой команде. Мы опять увидим их звездняк, опять увидим этих футболистов. Владимир Николаевич, ну, Артем Дзюба исполнилось 33, у него все есть, он счастлив, у него есть дети, семья, он богач. Что мы ему пожелаем? Воображение. Он любит красивых женщин, он воображает, у него жена прекрасная, у него трое сыновей, как вы сказали. У него и прекрасная, ему нравится женщина, это очень здорово, что ему нравится, пусть и нравится ему женщина. Он заслуживает это, деньги-то куда-то надо девать. Кроме этого, он пытается быть заметной политической. У него есть посыл, Сережа. Владимир Николаевич, то есть мы его увидим в будущем конкурентом Владимира Жириновского. Ну, нет, может быть, Владимира Жириновского я бы не сказал, но то, что ему место, вместо целого ряда спортсменов, которые в Госдуме торчат из Единой России, которые давно уже и из художественной, и из художественной... Осторожнее, осторожнее. Давайте, не будем. Не будем, давайте. Из единоборств, возможно. Да, да, да. Там много спортсменов, но Артему там место. В отличие от тех спортсменов, которые там сидят, да? Артем еще может встать и высказаться по определенным политическим, в том числе, вопросам. Язык его страшная сила. Это ощутил Валера на себе, будучи главным тренером московского «Спартака». Так. Я имею в виду, вы понимаете, о ком я говорю, о Валерии Георгиевича. Да, Георгиевича, да. Он, так сказать, дал понять, что он сам языкастый, Валерка ведь сам языкастый парень, может сказать. Но Артем настолько языкастый, что это чувствовал Карпин, что как бы чего не вышло. Лучше убрать из «Спартака». Там должен один быть лидер. Так вот, Артем, если вы спрашиваете будущее Артема, Дзюбы, ну, если его не скомпрометируют, вот тот случай, который имел место полгода назад, то... Имейте в виду, что когда воображение подвело. Совершенно верно. То вообще-то это парень лидер. Он умеет поднимать не только команду, не только свои, так сказать, чресла. Но он умеет поднимать и людей, понимаете, на бой, на политические какие-то зрелые решения. Он смелый, молодец, он парень смелый. Владимир Николаевич, ну еще одна тема, о которой хотел бы с вами поговорить, она ни к футболу не имеет никакого отношения. Что вы думаете по поводу событий в Афганистане, когда американцы оттуда ушли, и власть захватили талибы, и что это такое? Как вы оцениваете эти события? Сереж, ну понимаете, как я оцениваю, Сереж, я не специалист. Да, я был на границе с Афганистаном два года. Нет, в Ливии, это в Ливии, Сереж. В Ливии я четыре с половиной года, нас американцы в 86-м и 88-м бомбили, шестой американский флот утюжил. Не очень-то приятно. Не очень приятно, да, но я как-то привык. А в Средней Азии я служил два года в городе Ож офицером, в Ожском областном военном комиссариате, занимаясь грузами отчасти, грузом 200, грузом 300. Это моя работа, я был по пенсионным, по финансовым вопросам специалист, коль скоро финансовый институт закончил. А брат мой был родной, мой родной брат, был в то время в Кандагаре, младший мой брат. Был в то время в Кандагаре, и когда он в Кандагаре несколько раз был ранен, потом он был, там, знаете, желтуха все время, там страшная малярия, ребятишек все время присылали в Фергану. А Фергана от города Ож, это километров 80. И я, а коль скоро ребята, у них ни копейки ничего, а желание выйти за забор, перелезть, хотя нужна была рубашка и брюки. И вот брат мне передавал весточку, чтобы говорил, что, Володь, ну слушай, у тебя есть деньги, ты все-таки офицер, ну купи нам рубашку и брюки, а лучше две пары брюк, две и две рубашки, пусть самые дешевые, ну хоть как-то, хоть перелезть через забор, хоть посмотреть на девчонок. Мы за два года забыли вообще, как выглядит вообще человек в гражданке, ну хочется по-человечки. Вот я ездил к нему несколько раз, возил, ну брат мой рано умер, поэтому я не буду говорить о нем, так сказать, что там говорить. А вообще я знаю, что такое Афганистан, я знаю, что такое Пуштуны, я знаю вообще, что такое Среднеазиаты, коль скоро все-таки я узбеки и таджики, их там очень много, кроме Пуштунов, это две нации, которые еще представляют ваши. Там сложные отношения, вообще надо уважительно относиться, чтобы понимать других, то и в футболе это имеет непосредственное отношение, чтобы понимать людей, футболистов, надо прежде всего уважать их культуру, стараться понимать их культуру, понимать, чего они хотят, во что они верят. Вот не бить в грудь, я коммунист, вот я бью в грудь, я коммунист, я не верю в Бога, и ты должен такой же быть, это глупость. Но я таких убеждений, а ты веришь в Бога, в своего, верь на здоровье. Но все это должно быть в достаточно дружеской обстановке, в понимании, это сразу чувствуют. Вот эти узбеки, таджики, пуштуны в Кабуле, они нормальные ребята, они тянутся к нашим ребятам. И наши ребята, солдаты, которые в ужасных условиях воевали, вот сейчас говорят, вот наши, когда уходили, мы оставляли дороги, мы оставляли... Американцы оставили великолепные базы, и в Кандагаре, и в Кундусе, там во многих городах оставили великолепные совершенно, с автомобилями ТО-5-10, а их ненавидят. А почему ненавидят? А потому что вот дружеских взаимоотношений не возникало. А с нашими солдатами не возникало дружеские отношения. А почему? Вы не спрашивали себя? А потому что наши солдаты в Афганистане, вы не обратили внимания, как они были одеты? Жара 50 градусов, а наши все в кирзе. В кирзе все. Вот этот подсомок по яйцам все время бьет, когда ты с автоматом бежишь, понимаете, потно, высушиться негде. Кондиционер, вот американские солдаты 20 лет там пробыли. У них были кондиционированные казармы, и все условия созданы. Наших солдат ничего не было. Чем вот мой брат был танкистом среди ВДВшников, да? Где он прятался? Он под танком прятался в тени. А все остальные ВДВшники прятались под крыльями самолетов, которые стояли. Стояли, вот под этими самолетами образовывалась тень. Под этими тенью лежали наши, хочу сказать, футболисты. Наши ребята-солдаты лежали, чтобы хотя бы от этой зноя, от этого зноя, от этого необыкновенно горячего солнца спрятаться. Пилотки были, первые полтора-два года были пилотки. Потом начали привозить вот эти вот более широкополые... Вы думаете, мы там воевали-воевали-воевали, лучше-лучше-лучше обеспечение было? Нет, обеспечение все было хуже, хуже, хуже и хуже. Понимаете? Поэтому... И вот вы видели когда-нибудь афганские гробы Груза-200? Которые прилетали к нам на территорию, это же на самолетах и привозили. Это же неподъемные гробы, их 8 человек, ребят, поднять не могли, когда выгружали из черного тюльпана. Их выгружать невозможно, когда грузят на машину, чтобы привезти в обл. военкомат. Из обл. военкомата мы их раздавали. Вот. Три-четыре гроба поставили. Машина на ободах становилась, потому что... Спрашивается, ребята, а почему из такого деревяшек? Потому что гробы приходили цинковые, а цинковые гробы были обиты толстыми-толстыми деревяшками. Ну, какие давали, такими и прибивали. Надо это же было. Поэтому сам гроб цинковый тяжелый, да еще этот гроб был обит такими деревяшками. Я к чему это говорю? А по приказу 025, по-моему, секретному, по обеспечению доставки, захоронения и тому подобное, вот эту вот громилу, ее надо было еще довести, довести до места захоронения, по всей России развозили. Ну, это просто было. А в Киргизии я доставлял в гробы горы. В горы, чтобы подняться, ну, на чем подниматься? Машины, надо соответствующие зилы надо были, чтобы могли поднять их туда, к месту захоронения и захоронить как следует. Понимаете? Поэтому масса всяких проблем. Ну, вот вы заговорили о проблемах сегодняшнего дня, которые происходят, я так просто вдруг стал вспоминать про прошедшее. Сегодняшний день, аэропорт, это не наш аэропорт в Кабуле, который был 30 лет назад. Он был гораздо хуже. Сейчас гораздо лучше все. Американцы создали базу определенную. И все равно творится такая беспардонность, которая творится. А почему творится такая беспардонность? А потому что уважения людей друг к другу нет. Понимаешь, Сережа? Потому что пустунки как и не понимали, что от них хотят, так и не понимают. А американцы ни с кем же не хотят добиваться равных человеческих отношений. Разговаривать друг к другу уважительно. А потом, Сережа, вы знаете, я же вам говорил, когда наши солдаты пришли, когда наши солдаты... Мы же разрешили афганцам, афганским женщинам, афганские женщины, красивые женщины, ходить, как и наши девчонки, в мини-юбках, лица открывать, ходить в школы, смеяться, улыбаться, рассказывать анекдоты, вечерами стоять около дома. Они же ощутили эту жизнь, но эта жизнь не соответствует их понятиям культуры. У них возникают всякого рода вопросы. И вот вы, наверное, видели позавчера, как забрасывают кирпичами девчонку, да? Она, видите, она же не сдалась. Она не сдалась. Вот она хочет жить по-другому. А ее забрасывают кирпичами. Понимаете? У нее другое восприятие. Вообще, сейчас сместилось понимание, что было раньше, что сейчас, как сейчас должны быть, ходить, как высказываться, что из себя представляют женщины. Они же поумнели все. Они же получили, если женщина грамотная, женщина грамотная женщина грамотно себя ведет. Но в Узбекистане, Узбекистан уже не тот Узбекистан, в котором я жил. Сережа, в Киргизии я тоже жил. Вы спрашиваете про язык. Вот сейчас часто я язык. Мой сын, когда я своего сына приехал с моей женой, мне уже дали квартиру в Новочеремышково, в городе Ож. И сынишка мой с утра до вечера гулял, ну, с ребятами, с ребятишками. Там же не два-три, как сейчас в Москве, во дворах, а человек тридцать-сорок. Как будто в детском саду вокруг дома каждого Хрущевского бегает. Вот. И из Арыка воду пьют все. Вот. А сыну моему был сколько там? Три года. Три, три с половиной. Мечты. Так вот, когда мы уезжали, к нам в очередь приходили прощаться. И все плакали. Матери, дети. Почему? Они говорят, ваш сын за два года наших детей по-русски научил говорить. У меня же сын, кроме как по-русски, ни по какому не умеет. А у них дети из этого дома, а им нужны русские люди, которые по-русски говорят, чтобы дети. Когда вот сынишка мой стал с ними разговаривать, он же им рассказывает все истории, которые и все проблемы, которые из нашей семьи, он выкладывал им. А они с открытыми ртами слушали, и по-русски за два года прекрасно все стали говорить по-русски. И все женщины моей жене подходили и говорили, большое вам спасибо, что научили говорить по-русски. Потому что без русского языка они понимали, русский язык это язык культуры, культуры Азии, средней Азии, культуры. Тогда все, все хотели говорить по-русски. Куда бы я ни ездил, в Андижан, в Фергану, в Наманган, там не имеет значения. Вот, и Левош, я эти города все объезжал. И там Баткен, в котором сейчас есть, все время происходят вот эти вот военные катаклизмы между этими киргизами и таджиками. Почему так легко Талибан вернул себе власть? 20 лет стояли американцы, почему так легко Талибан вернул себе власть? А потому что глубокие корни имеют, вот как я вам, я неспроста же про русский язык говорил, какие-то глубокие корни взаимоотношений. И хоть вот американцы прививали, 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 а глубокие корни они не пустили. Вот почему я вам не договорил, вот русские, из-за того, что русские солдаты наши были одеты очень бедно, очень и просто. Они находили с пуштунами определенные контакты, отношения. Потому что и те бедные, и те бедные. А американцы совсем другие солдаты. Солдаты из Великобритании, солдаты из Германии. Они же совсем другие, они облеплены новыми системами безопасности и формой. Они от пуштунов, от этих талибов, они в корне отличаются. В корне отличаются. Тем солдатами просто с автоматами, как наши солдаты были, понимаете. И ботиночки на них дешевенькие одеты. Согласны со мной? И это не давало контакта. А вот с нашими солдатами, они входили в простой... Они видели, что в общем-то мы одинаковые люди. Одеты совершенно другие. Другие солдаты. Поэтому, как они были непонятные, как они были непонятные для пуштунов, так они и остались непонятные. Они уходят, и те говорят, уходят, и слава богу, что уходят. Они не наши друзья, они не наши товарищи. И когда Трамп сегодня выступал, он сказал, сейчас мы уйдем, а русские войдут. Но они не понимают, что мы входить не будем. Но то, что пуштуны уже говорят сейчас, что русские с нами были человечнее, и эта человечность, до сих пор мы ее помним, эта человечность. Хотя мы с ними боевали. Хотя мы с ними и убивали русских, и они нас убивали. Но тем не менее, тем не менее, было понимание. Человеческое понимание было. Понятно, Владимир Микаревич. Спасибо за такую политинформацию. Спасибо. Пожалуйста, Сереж.